итак мы снова в эфире мне сегодня предстоит путь длиной 700 километров я говорил что я еду в мюнхен но зная что нет ничего хуже чем ждать и догонять я решил тем не менее у нас сейчас 6 утра приехать и показать вам окончание нашей работы то есть я сейчас буду показывать как я все-таки сшил с грехом пополам эту красную шапочку с небольшими ошибками как я теперь уже вижу но об этом чуть позже а сейчас я хотел бы порадовать наших подписчиков у кого нет аксфорда нет прозрачной ткани нет швейные машинки ну под рукой пока ничего нет а такой софтбот хочется так вот я вот здесь сейчас разложил свои шаблоны и мне пришла мысль что из этих шаблонов которые я делал самом начале чтобы попробовать как это будет все стыковаться может получиться и неплохой софтбокс только из бумаги стоимость но я не знаю 23 евро наверно не более итак я сейчас подъеду камеры как можно ближе и покажу как это все собирается заодно те наши подписчики и зрители которые видели первую часть и что-то им там слишком быстро было вот сейчас они имеют возможность более подробно посмотреть как это все собиралось хорошо ну давайте подъедем и так вот наша упрощенная версия она немного меньше того оригинала которые мы делали предыдущие наши серии потому что это был пробник и тем не менее шаблоны остались и я хочу вам показать на этих примерах как можно собрать вот такой софтбокс из подручных материалов то есть мы вырезаем шаблон вот он и начинаем с того что когда мы его вырезали первонаперво мы приклеиваем сюда но у меня есть самоклеющая такая пленка блестящая мы приклеиваем внутрь это начало затем мы берем вот эту часть сейчас я поставлю чтобы удобнее нижнюю часть загибаем здесь и приклеиваем вот эти два крылышка я надеюсь что это видно вот вот так приклеиваем прошлом занятие мы это пришивали все таким образом образуется кармашек далее уже проще мы берем вот такие шаблончики я сделал из квадратиков 6 на 6 отрезал по диагонали согнул и получился вот такой кармашек вкладываем один кармашек сюда 2 кармашек вкладываем вот сюда и теперь уже начинаем с того чтобы верхние края приклеивать не забывая о том что кармашек наш должен быть заранее здесь то есть вот смотрите я понимаю на черном не особо видно ну то что есть то есть получается красиво аккуратно поэтому недаром здесь двойные складки от 1 нам и складываем и загибаем еще раз на машинке мы можем это прошить бумажном варианте просто проклеить и тогда у нас получится вот такой такая заготовка здесь вы видите тоже я раскрою эти крылышки все и приклею серединке все я не хочу портить сейчас шаблон возможно мне еще пригодится но я надеюсь что это уже все понятно и потом я взял вот кальку и приклеил эту кальку суда как я сказал затраты около двух евро и в итоге получается вот такой это мой был первый такой неудачный опыт но во всяком случае на нем мы видим что если мы вставим суда нашего полупрозрачная прозрачную пленку тут у меня еще кармашек не было идея до конца сделать поэтому я сделал кармашек и еще еще дополнительный понял потом что это обезьяний труд не надо было делать достаточно было просто взять более длинные пленочку на крайнем случае как я это сделал в прошлом видео я просто склеил у меня не было готовой я просто склеила теперь буду искать я думаю что 0 5 миллиметра будет подходящий у меня было один миллиметр и она оказалась настолько жесткой что я побоялся что рано-поздно это порвет все то есть вы видите что если мы сделаем вот такую трубку из этого то мы получаем софтбок который спокойно одевается на нашу вспышку то что здесь для склейки я использовал липкую ленту вот эту липучку да ну я советую и все-таки прошить потому что ни один клей на свете не выдержит когда мы начнем разбирать но если у вас есть место и нет желания делать мобильную версию то вы можете просто здесь склеить и все на этом и соутболк будет готов а то вы сделаете вот такую крышечку тут я уже не буду сильно достаточно посмотреть как делается бомбоньерки и вы уже будете знать как делается эта крышечка вот вот и все ну красная полосочка это для красоты просто да то есть мы с этим разобрались и и те кто не понял что то из того или просмотрел как собирается наши выкройки теперь уже имеют полное представление я надеюсь во всяком случае а теперь история о том как я шил красную шапочку для начала я взял свою вспышку и на плотной пленки разметил ее размеры плотность пленки где-то один миллиметр для того чтобы закрепить ее на ткани я взял клеящую двустороннюю ленту и обрезал тоже примерно по размеру затем вход пошел рефлектор тоже его закрепил с помощью липкой ленты и наметив края я сейчас обошью чтобы соединить эти два материала подгоним немножко по размеру примерно оставляя полтора сантиметров от краев и я начинаю вырезать такие зубчики чтобы удобно было гнуть верхняя часть крышечки у нас таким образом готова и мы сейчас приступим к изготовлению ленточки вырежем из прозрачной пленки полоску она нам послужит для более жесткого каркаса нашей ленточки и теперь взяв кусок потеряла разметим длину у вас она может быть другая я и сделал по периметру моей вспышки внутрь вложим прозрачную пленку и вместе с ней прошьем нашу ленточку с обоих сторон машинка хорошая игла выдерживает поэтому оказалось без проблем теперь возьмем клеящий пистолет и начнем потихоньку наши зубчики приклеивать к ленте делать это надо аккуратно потому что клей быстро выступает на краях и оставляет следы и так вот зубчик за зубчиком я клеил свою красную шапочку если у кого-то есть более простой и элегантный способ сообщите нам покажите мы с удовольствием воспользуемся вашим опытом потому что я шел по пути художника-оформителя таким образом клеится всякие коробочки и так далее и поэтому мне пришлось изготавливать ее так поиски в интернете вид на ютубе о том как шьется такие крышечки практически информации я не нашел поэтому уже делаю так как в принципе когда-то умел края в последующем я подумал что это было неправильно внахлёст надо было их сшить с обратной стороны вывернуть и все и тогда бы шов оказался на внутренней стороне а не так как я сделал что внахлёст немножко некрасиво но опыт приходит со временем вот теперь я их соединю окончательно и наша красная шапочка в принципе готова ну а теперь самое приятное наступило время сборки берем нашу вспышку и закрепляем на ней сам софтбокс вот так разгладили и теперь очередь красной шапочки все прекрасно наш софтбокс готов ну вот дорогие друзья наша швейная эпопея подошла к концу я надеюсь что она была полезной и что тот софтбокс который гордо стоит за моей спиной собственноручно изготовленные вам поможет вашей фотографической предметной деятельности вот рядом со мной стоит теперь такой телевизор сосед мой отдал ему 90 все равно ничего не видит это тот который с прибоем здесь я в нашей передаче вопросы и ответы буду демонстрировать какие-то картинки какие-то изображения ну в общем чтобы все было красиво просто-напросто воспользуюсь я системой по-русски это наверное будет вай-фай подключусь к компьютеру с пультом и в следующем как только я вернусь из Мюнхена я сделаю видео с вашими вопросами и ответами как давно обещал а пока ребята передо мной стоит путь 700 километров я поехал пока мёне всё до новых встреч